МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Регион 12 рубрика «Территория возможностей» и рубрика о тех, кто учат и учатся, и при этом открывает для себя новые возможности. Вместо встречи и студенческих воспоминаний около тысячи человек собрались в Вишкарале на площади Ленина в день встречи выпускников, который уже в 12-й раз проводит Поволжский государственный технологический университет. За более чем 80-летнюю историю ВУЗ выпустил около 70 тысяч дипломированных специалистов. Многие из них сегодня это руководители ведущих предприятий и организаций республики. Планерки, летучки, совещания. На должности руководителя предприятия «Острымстрой» Ильдар Хатмулин с сентября 2013-го. Рабочий день расписан по минутам. В 2000 году выпускник строительного факультета с красным дипломом, тогда еще МРГТУ, Ильдар Хатмулин устроился к мостовикам, мастерам строительного участка. Так и началась его успешная карьера. Основной фронт работы у мостовиков сейчас в Вишкарале. Один из масштабных проектов – новый автомобильный мост в створе Ленинского проспекта. Делу руководителя много. Впрочем, традицию приходить на день встречи выпускников родного вуза Ильдар Хатмулин старается поддерживать ежегодно. Самые добрые ощущения, потому что политех, наш родной политех, очень много связано с ним, в первую очередь студенческая жизнь, друзья, которых ты приобрел в здании этого университета. Очень приятные впечатления. Конечно, надо помогать своему родному университету, потому что надо, чтобы он становился с каждым годом все крепче, сильнее, чтобы из стен этого здания выходили такие же молодые специалисты, которые мы были в свое время, и постараться поддерживать его в всех отношениях. Выпускники, которыми особенно гордится вуз, сегодня входят в состав попечительского совета ПГТУ. В этом году он пополнился новыми участниками. Это выпускник экономического факультета, генеральный директор компании «Эстудио» Руслан Ефимов и выпускник автодорожного факультета, председатель советской ПМК Сергей Глазырин. В 1987 году, когда я стоял перед выбором, что мне дальше делать, родители настояли на том, чтобы я поступал в институт. Сдал я, подучился, и теперь, спустя много лет, я об этом нисколько не жалею, буду стараться быть полезным не только для своей организации, но и для республики, и быть выпускником на то время политехнического института. Спасибо вам. Мы закончили ПГС, строительный факультет. В 1985 году. Вот, можно верить. Встреча спустя 10, 20, 30, а то и 40 лет. Выпускники самых разных поколений, для кого ПГТУ, как бы он ни назывался раньше, занял в жизни особое место. Вуз дал качественное высшее образование, а дальше уже все зависело от самих выпускников. Очень хорошее образование до сих пор в строительстве. До сих пор в сфере строения сработаете? Можно ли поддерживать по другим традициям? Обязательно, обязательно. Надо встречаться, надо видеться. Очень хорошо, что это и есть традиция. Пусть продолжается. Света. Технология машиностроения 1975 год. У вас как раз 40 лет в этом году. Да, 40 лет. А кто на этой фотографии? Помните ли вы, что из Наташников? Абсолютно всех. Что такое инженер? Изобретательный человек. Он всю жизнь должен что-то изобретать. А только изобретательство может двигать прогресс человечества. Выпускники прошлых лет не скрывают. Нынешним абитуриентам они даже немного завидуют. Вуз меняется с каждым годом. Был институтом, стал университетским комплексом. Немало в ПГТУ целых семейных династий. Когда-то здесь учились все эти люди. Сегодня в приемную комиссию вуза подают документы уже их дети и внуки. Именно под эгидой попечительского совета мы поддержим связи с выпускниками всех поколений. И, конечно же, это подпитывает нас энергией. Мы понимаем, что коллектив университета трудится не зря, что он работает на экономику страны, экономику республики Морел. И, в общем-то, это здорово. И, конечно же, мы эти связи поддержим для того, чтобы наши и выпускники не разрывали связь своей альмаматор. Чтобы они тоже по силе возможностей своих помогали нашему университету. И это в конечном итоге выливается в новые именные аудитории, в новые лаборатории, в новые центры. И мы этим, безусловно, гордимся. Студентка из Морел приняла участие во всероссийском конкурсе «Краса студенчества», который прошел в Санкт-Петербурге. За корону в северной столице боролись более 50 талантливых красавиц из разных регионов страны. Нашу республику представляла мисс «Волготек-2014» Анастасия Соборова. Получив титул главной красавицы родного вуза, Анастасия Соборова продолжила карьеру модели. В качестве дополнительного увлечения, которое отнюдь не мешает учебе. Одно из условий престижного всероссийского конкурса «Краса студенчества России» – полное отсутствие у девушек академической задолженности. Другими словами, хвостов по учебе. Студентка факультета социальных технологий по ГТУ Настя Соборова подошла идеально. О жизни за минуту рассказать непросто. Особенно, если она насыщена яркими событиями. Я – Соборова Анастасия. Мне 21 год. Мой родной город знают немногие. Но я с уверенностью могу сказать, Ешкар-Алу, как и всю республику Морел, есть за что полюбить раз и навсегда. Я очень рада, что я выступила за свою республику, за свой родной вуз. Я попала в 30-ку лучших студенток России. Для меня это огромная честь. Помимо всех моих других вокальных конкурсов, уже непосредственно с моим вокальным ансамблем, здесь я больше раскрываюсь уже в модельной сфере. Здорово, что есть в вузе такая возможность реализовывать свой творческий потенциал. Это была рубрика «Территория возможностей». Не забывайте, вы можете абсолютно все. Главное, чтобы вам почаще об этом говорили. До свидания. Ежегодные стажировки за рубежом. Да, творческая самореализация. Да, современные методы обучения. Да, Волготех. Стань успешным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова